У нас все только начинается. Если в западной части России пандемия пошла на спад, за прошлую неделю число заболевших там снизилось на 9%, то в Сибири, согласно статистике, отмечен рост. И наш край по заболеваемости находится на третьем месте в Сибирском федеральном округе. Впереди только Новосибирская область и Красноярский край. Практически в ежедневном режиме статистику пополняют пациенты и врачи медицинских учреждений, больница скорой медицинской помощи, железнодорожная больница. Коронавирус зафиксирован уже там, где лечат онкологических больных, в корпусе на Никитиной и в Надежде. На текущий момент у нас выявлено 10 пациентов. Пациенты, находящиеся в закрытых отделениях, получают лечение в полном объеме, долечиваются, будут выписаны под наблюдение медицинских работников уже по месту жительства, после соответствующей, опять же, обследований на коронавирус. Кстати, следователи сейчас проводят проверку на наличие средств защиты врачей краевой больницы скорой помощи. Хватало ли их? Расскажут позже. Между тем, массовые вспышки заболеваний, а сегодня стало известно о новой в доме престарелых Рубцовска. Кажется, никого уже не пугают. В местах, где маски обязательны, жители столицы края продолжают появляться без средств защиты. 60% маски, 40% без масок. В транспорте? А как вы в транспорте будете дистанцию соблюдать? В магазине, да? А в масках ходят? Ну вот, ходят, да. Ну да, соблюдают. Стараются, во всяком случае. Я переживаю за себя, за семью, за детей, за внуков. А кондуктор-то без маски, через него тысяча человек в день, да, проходит. Как-то вот безответственно. Кто-то может возразить. Соблюдаем. Причем добросовестно. Это мы сейчас о водителях пассажирского транспорта. Но весь день находиться в маске, в закрытой кабине, к примеру, троллейбуса, по мнению некоторых, находящихся за рулем, абсурдно. В 12 часов я при такой чудесной температуре, как вчера, например, при 36 градусах, тоже должна просидеть в закрытой кабине, где около 50, в хорошую погоду, в маске. Очень трудно дышать. Через 20-30 минут она становится мокрая. Она собирает всю пыль, которая летит с дороги. Сейчас еще это пух. В итоге через буквально 1-2 рейса страшные головные боли, головокружение. Вчера у нас водителю было плохо. Вызывал скорую на линии, плохо стало от жары, от того, что нет кислорода. Возможно ли исключение для таких случаев? Вопрос к Роспотребнадзору, руководитель которого в нашем регионе еще на прошлой неделе высказался относительно соблюдения масочного режима. Сегодня уже принято жесткое решение, что по информации органов местного самоуправления будем составлять протоколы административного правонарушения. Вот за текущую неделю составлено уже 8 протоколов и 16 находятся еще в работе за нарушение режима. И штраф на индивидуальных предпринимателей от 50 до 150 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 до 500 рублей. Это ужесточение не коснулось пока физических лиц, но наказание за отсутствие маски в общественных местах, магазинах, аптеках, транспорте, на остановках уже не избежать. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Вот то, что касается именно масочного режима, как мы говорим, это подпадает под действие статьи 20.6.1 «Неисполнение правил при наступлении чрезвычайной ситуации». Там, как вы знаете, возможно предупреждение, а также штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. Беседы уже не помогают. Помогут ли административные протоколы, покажет время. Но только в Барнауле их выписали полторы тысячи. Когда пандемия в нашем регионе пойдет на спад? Точных данных никто не называет. Но многие, не только российские иммунологи, уверены, если не блокировать заболеваемость, ничего и никого не ограничивать и идти без тормозов, она будет расти в геометрической прогрессии, как и тяжесть и смертность от нее. Никита Ромаков, Александр Антропов. День с толком.